Ну что, друзья, просили меня домашний обзор Xiaomi BE7000 на дальность покрытия в моей трехкомнатной квартире, как я это делал Xiaomi BE3600. Да, это на текущий момент Wi-Fi 7 роутеров. И опять, да, это на текущий момент Wi-Fi 7 роутер без 6 ГГц, но с MLO, конечно же, с различными функциями и вообще со стандартом 802.11 BE. Так вот, домашний обзор на дальность покрытия, на мощность, как я это организовал на двух гигабитных линиях. Вообще, для чего такой мощный роутер сегодня на канале Технозон? В этом домашней атмосфере. Поехали. Итак, начинаем конкретно с компьютера. Ну, мы видим тут кое-какие цифры. Подключено сейчас все через Ethernet. Через Ethernet 2,5 ГБ. Мы можем посмотреть. Пожалуйста, у нас Connect 2,5 ГБ. А здесь у нас подключено через Double One. У нас два WAN. Это два гигабитных порта. Они разделены и подключены в разные порты. Мы сейчас с вами посмотрим еще физически, как я это сделал, как разделил и что мне это дало. Смотрите ситуацию. Дело в том, что... Вот сейчас мы посмотрим с вами настройки Wi-Fi. Подождите секундочку. Так, смотрите. В стандартных настройках Wi-Fi у нас не активирован ни MLO, ни соединенные сети. У нас сейчас вот есть настройки Wi-Fi 2,4 ГГц, а настройки Wi-Fi 5 ГГц. Тут миксованный 160 ГГц режим. Конечно же, активирован MUM, AMO, ATVT и Wi-Fi 5 выключены. Wi-Fi 5, обратная совместимость. Само собой... Само собой, я не включал трехдиапазонный режим. У меня не объединены сети и MLO тоже не работает. Connect у нас абсолютно стандартный на две гигабитных линии. Давайте пойдем в дополнительные настройки сети. Вот, пожалуйста, первый и четвертый порт. Они соединены. У нас соотношение один к одному. Здесь можно даже LAN-порты агрегировать. В принципе, вот такие вот дела. Давайте мы сейчас с вами проведем тест. Я вам объясню. Два гигабитных порта можно по балансировке получать, ну, мы смогли получить 1.3, 1.4 ГГц. Вот мы сейчас с вами проводим тест. Пожалуйста, смотрим. 1.2, 1.3. Почти 1.4 ГГц будет. Ну, или там 1350. Связано это с тем, что некоторые провайдеры уже убьют работать через баланс. Если бы у них был 802.3 AD, то вообще были бы полные два гигабита на двух линиях гигабитных. Но вот пока так. И это уже больше гигабита. В принципе, это очень хорошо. Дальше у нас есть вариант того, что мы с вами должны пройти и протестировать Wi-Fi в физических условиях на дальность покрытия на мощность. Роутер стоит через всю квартиру в дальнем углу коридора. Стоит он за бетонными перегородками капитальными. То есть у нас здесь не гипс. Вот мы идем. О, олененок. Привет. Деревце. И вот сам по себе роутер. Вот БЕ-шечка наша отключенная. Смотрите, здесь у нас два медиаконвертера. Куда заходит оптика. Два лана синих, вернее, два вана синих заходят в сам по себе роутер. И уходит один лан-порт на компьютер. Теперь мы пробуем в непосредственной близости протестировать Wi-Fi для того, чтобы определить базовое значение. А потом протестировать дальность покрытия. Смотрите, в отличие от БЕ-3600, здесь у нас получается, ну, 2,2 было в пике. 2,190 с мелочью. И вообще в среднем у нас здесь получается, ну, вот сейчас подождите, 2,176. Это очень хорошо на загрузку. На выгрузку я вам сразу говорю, вот приблизительно 1,8. Давайте дождемся. О, пожалуйста, 1,8. Прямо прорицательный. Это очень хороший результат на Wi-Fi 7. Если кто-то думает, что здесь нет Wi-Fi 7, давайте пойдем. Настройки. Посмотрим свойства сетей, подключенные, заходим. Не удивляйтесь, что здесь Asus. У меня очень много устройств умного дома. Вот у меня, например, висит датчик. Они все заведены на Asus-овские сети, поэтому мне легче SSID изменить под Asus, чтобы не морожить себе голову. Давайте зайдем в настройки. Видим, что это Wi-Fi 7 со скоростью подключения 2882 Мбит на секунду. Если говорить о конфигурации, то у нас с этой стороны кухня, там полное покрытие, туда у нас идет коридор, роутер стоит не посередине квартиры и направо у нас еще идет G-образная комната. Мы подходим к компьютеру и сейчас сделаем замер непосредственно в близости от компьютера. Смотрите, в чем фишка. Дело в том, что на этом месте роутер BE3600 показывал примерно гигабит. Вот данный роутер в AXBE7000 дает нам покрытие 1500-1600 Мбит. Ну, 1500 там сейчас показывает. Это отличный результат. Объясню, это тест на наш внутренний сервер. Это отличный результат. То есть он у нас работает на максимальных покрытиях. Вот 1050-1070 на отдачу. Смотрим. Вот мы имеем с вами результат. Теперь мы с вами идем в дальнюю комнату. Вот, топаем, 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 топаем. Это большая квартира, порядка 70 квадратных метров. Мы ставим здесь. На этом месте мы как раз тестировали BE3600. И на этом месте у нас, допустим, ASUS AX 6000 не давал вообще никакого покрытия. То есть он был мертвый. А здесь мы имеем с вами больше гигабита. 1,2 гигабита. Объясню. BE3600 здесь давал 500 Мбит. Можете пересмотреть наш домашний обзор. Ну, здесь вот 1037 сейчас. То есть, по сути, по мощности, не покрытие, а именно по мощности передачи данных, по скорости передачи данных, он два раза круче, чем BE3600. И по покрытию приблизительно 20% у него разница. То есть, именно на моменте пропадания, затухания сигнала. 20% разница. То есть мы с вами имеем сейчас вот такой вот крутой результат. 1037 на загрузку, 476 на выгрузку. Это конкретно лучше в два раза, чем у BE3600. Вот такая вот ситуация. Для того, чтобы мне тут продлевать для Asus'а, надо было вставлять там в розетку репитер. Сейчас я его не держу. Так что вот это у нас прямое покрытие. Ну и само собой, как мы видим, BE7000 это самый мощный роутер, который я вообще тестировал. Советуем посмотреть мой оригинальный обзор AX7000. Есть оригинальный обзор уже когда был апдейт. И, конечно же, конечно же, вот этот вот домашний обзор. Если вам нравятся вообще домашние обзоры, то подписывайтесь на домашний колокольчик, на мой колокольчик, на мой канал. И нажимайте колокольчик. И напишите, если вам нравится такой формат в реальных условиях, я буду его делать больше. А с вами был Бабул. До свидания. До свидания. Пока.